Аэропорт Бильбек будет предназначен только для деловой авиации, рейсов класса бизнес и чартеров. Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Международного аэропорта Симферополь. Именно Крымская воздушная гавань является одним из акционеров Севастопольского терминала. Аэропорт Бильбек является филиалом аэропорта Симферополь. И уже в этом году мы как инвестор начнем строить пассажирский терминал в аэропорту Бильбек. И в следующем году этот терминал уже будет введен в эксплуатацию. Терминал будет предназначен для обслуживания рейсов, в основном рейсов деловой авиации, чартерных рейсов. Это его основное предназначение. Напомним, решение о частичной сертификации аэродрома Бильбек для приема гражданских самолетов и строительства пассажирского терминала было принято в октябре 2020 года. По итогам визита в Крым руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. Основной же точкой прилета пассажиров на полуостров остается аэропорт Симферополь. Его инфраструктуру и возможности продолжают постоянно модернизировать, даже несмотря на сложности в 2020 году, прошедшем под знаком пандемии коронавируса. С марта месяца, да, с марта по июню аэропорт недосчитался около 1 миллиона пассажиров. То есть, вы представляете, это такие достаточно колоссальные цифры, которые отражаются в том числе и на финансово-хозяйственной деятельности аэропорта. В будущем, несмотря на то, что по итогам 2020 года мы обслужили 4 миллиона 630 тысяч пассажиров, но в любом случае мы остались в минусе на 500 тысяч человек. Тем не менее, в 2020 году Симферополь вошел в топ-5 самых комфортных аэропортов страны по версии журнала Forbes. О мерах, которые помогли справиться с непростым периодом ограничений и о новых направлениях развития, сотрудничестве с каршерингом электромобилей и строительстве новых взлетно-посадочных полос, смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Продолжение следует...